Новые, переработанные и дополненные издания фундаментальных книг Ольги Неголовной-Четвериковой «Трансгуманизм в российском образовании» и «Цифровой тоталитаризм, как это делается в России», приобретайте в магазине издательства «Книжный мир». Ссылка в описании к ролику. Наверное, в марте месяце, потому что все-таки весь этот объем, конечно, было невозможно пересесть. Итак, дорогие друзья, я, когда начинала предыдущую лекцию, то хотела подчеркнуть один очень важный момент, что сегодня у нас идет, как мы говорили, самое главное – переосмысление и попытка найти новое понимание человека. Поэтому, когда мы говорим о ливерализме, вот нас им сегодня очень много пугают, ну, понимаете, ливерализм – все, фактически его вытеснили, фактически его хотят вымести вообще. Да, из нашей мировоззренческой поли, потому что либерализм выполнил давно свою миссию, свою роль. И те концепции, которые сегодня пытаются реализовать, и планы, проекты, они имеют, как мы пытались подчеркнуть, религиозные корни, религиозные корни очень-очень далекие и от христианства, и от гуманизма, на котором вот этот либерализм построен. И без понимания этого мы не сможем когда понять, как этому противостоять, потому что мы так и будем ходить, фактически как в джунглях. Ну вот, поэтому сразу приступаю к нашей второй части лекции. И хотел напомнить, что в прошлый раз мы с вами рассматривали историю, истоки трансгуманизма. И истоки этих, они входят в упаковку в гностические учения, в древнегностические учения, которые в свою очередь являются синтетическими учениями. Но самый главный момент, который здесь нужно подчеркнуть, то, что гностики, они пантеисты. И еще раз я хочу напомнить, чтобы у нас была тоже четкость и ясность, но это уже, наверное, преподавательская привычка возвращаться, потому что повторение матьючения, потому что если у нас есть четкая картинка или картина понимания, то нам не будет сложно слушать то, что говорят. Значит, еще раз хочу повторить, что вся история мировоззренческих и религиозных течений, она фактически свойств к борьбе двух мировоззрений. Вернее, попытки одного мировоззрения разрушить другое мировоззрение. Это очень хорошо показал Илья Александрович Стихомирова в своей книге «Религиозные основы социальной истории». Значит, первое мировоззрение – это монотеизм. Это мировоззрение исходит из того, что Бог не просто один, Бог есть Творец, и, соответственно, мы признаем две категории, два вида бытия. Это одно – это божественность, это Бог, это как личность, как промыслитель, и, главное, как творится, очень важно, но и другое – это сотворенный мир. И, соответственно, это две по сути разных бытия, они не просто отличаются, они сущностями разные. И поэтому понимание человека в данном случае дает возможность и понять его путь, потому что общение с Богом возможно на духовно-мистическом уровне через таинство, а это возможно в свою очередь, если люди придерживаются определенной системы ценностей и живут на основе тех духовных законов, которые дал Господь. Ну, это известная фраза – «чистое сердце Бог узрят». Если человек живет по заповеди Божьему, Бог увидит. И вот это мистическое общение, оно связано, в первую очередь, с чем? Нравственное начало. Нравственное начало в заповеди, поэтому человек может сколько угодно изучать богословие, он может быть семей-пядей волгу, но если он не живет по заповедям, то все это не имеет никакого значения. А второе бытие – это пантеизм, то есть это Бог во всем, да? Это материя и божество, они фактически единосущные. Я всегда, когда студенту пыталась объяснить это различие, очень простые вещи, я потрясала два круга, вот это божественное бытие, это сотворенное, да, и это вот монотеизм. А вот вам один круг, да, это пантеизм. То есть божество – это скрытая часть материи. Материя и божество, они единосущные. И там совершенно другой путь, да, человеческий, потому что если они единосущные, то они живут по одним и тем же законам. Если вы хотите изучить божество, вы должны изучать законы природы, и вы познете законы божества. То вы можете им управлять. Поэтому для пантеистов самое главное что? Какой момент? Знание, гносис, познание. И ты придешь к Богу. Морально и нравственно-морально. Спектр здесь не имеет никакого значения. Вот когда мы с вами рассматривали гносников, мы это как раз и подчеркнули, да, гносис. Это тайное знание, которое доступно немногим. И дальше все бьется вокруг этого. Достоин ты или нет, избран ты или нет. И вот это вот очень важный момент. Ну, соответственно, если там в монотеизме это идея творения, то есть здесь какая идея? Если материя и божество едины, то получается так, что у них идея манифестационизма, но иностранное слово, русские говорят так, значит, это эманация, да, есть некая сущность, которая начинает из себя не творить, а порождать принцип рождения. Поэтому Бог и мужчина, и женщина, и мужчина, и женщина, да, вот этот принцип появляется. Вот, и, соответственно, здесь мы видим, не видим идеи творений, да, здесь мы видим вот эту эманацию, и все складывается как бы в один единый мир. Там как наверху, так и внизу, как внизу, так и наверху. Вот эти вот вещи, вот принципиально важные, принципиально ключевые, потому что все фактически не христианские религии, системы, мировоззренческие системы, они пребывают в рамках пантеизма. Так же, как и атеизм, потому что во что мы верили, когда были атеисты? Мы верили законы природы, то есть фактически мы ставили природу на место божества. Есть законы природы, а кто их определил? Сама природа. Каким образом? Сама собой. То есть, опять-таки, мы придавали природе вот эти вот жизненные функции. Поэтому вот такая простая картина мира, она дает возможность четко и ясно нанять и смысл вот этого противополства мировоззренческого, которое происходило на протяжении всей истории. Вот Александр Николаевич, то есть наш Тихомиров Александр Николаевич, которого я сейчас процитировала, я думаю, что он один из самых, наверное, таких, ну, один из выдающихся исследователей и педагогов, и богословов, потому что он дал вот эту четкую ясную картину. И, кстати, вот студентам всегда, когда он читал в Коскультуре религии в Западе, дал именно эту книгу для названия, потому что еще не выстраивается четкая ясная картина. Вот это я хотела напомнить, прежде чем перейти дальше вот к нашей теме. Значит, мы сами остановились на середине XIX, конце XX века, посмотрели, да, каким образом происходило утверждение гностицизма в разных этапах развития, да, какие они прошли, там, через тамплиеры в Средневековье, через просветители гуманистов и, наконец, дошли до вот этих тайных каменщиков и масонов. Вот, и что происходит в конце XIX века? Очень интересная вещь. Дело в том, что мы видели, что фактически гностические учения, они развивались в рамках протестантской культуры, вот, да, англиканской культуры, но англиканская культура, она была на поверхности, а фактически большая часть англикской элиты, это были представители вот этой самой масонско-гностической системы ценностей, да, и системы мировоззрения. И одним из ключевых, одним из ключевых структур это было Новоское научное общество, Королевское научное общество, которое продвигало дееволюцию. Вот, и если до этого фактически все как бы ограничилось определенными элитными слоями, да, какими-то определенными кругами элиты, причем, в первую очередь, англосаксонской, то дальше начинается следующее. Дальше они ставят перед собой задачу овладеть уже более широкими слоями населения. И здесь главным препятствием, конечно, было, что, во-первых, католическая церковь, да, в Европе, которая представила себя маченешний институт всегда, вот, в первую очередь, конечно, это владение умами, вот, и, естественно, православных церковь, но это в России, и в других государствах уже в Востоке. Так вот, для того, чтобы победить католицизм, католическую церковь поставила бы у нас задача очень простая. Не надо бороться изнутри, надо разрушить изнутри, каким образом надо поставить свою папу, да, красовую элиту католической церкви, и дальше поставить своего человека, начать фактически разрушение, размывание, а дальше, сохранив институт католической церкви, очень мощный, наполнить его другим содержанием. Ну, и у меня книга «Оборотни или кто стоит за Ватикану», там приводится много разных высказываний представителей антихаристянских учений, каким образом, да, надо проникать, и каким образом они будут потом использовать этот институт, и вот сегодня мы видим, что фактически эта задача на реализуются в полную силу, и она близка к завершению. Вот, но, что касается конкретных планов, как это все реализовать, тут тоже, да, было несколько идей, и одна из них была выражена в программе, которая приписывается Альберту Пайку, это командор Верховного Совета 33-го градуса, древнего принятого шотландского обряда, это американский масон, очень высокий уровень, его называли догматической главой всемирного масонства, но у нас нет доказательств того, что это именно его программа, обычно цитируют ему письмо, которое он написал Карбональю Джузе Мазини в 1871 году, дальше указывает 15 августа, вот, ну, еще раз хочу сказать, те источники, которые это сообщают, они не ссылаются на первый источник, да, многое там связано с таквилом, он тоже эту информацию давал, но в любом случае, понимаете, писал ли это сам Пайк, или писал это кто-то другой, но вот эта программа, она настолько четко и ясно реализуется, что он понимал, что это, скорее всего, собирательная идея, но она очень четко и ясно говорила, вот о чем он писал, значит, что для полной победы масонства необходимо организовать три революции, извините меня, три мировые войны, и самое главное, наступят в результате последней войны, что тогда произойдет. Значит, мы запустим нигилистов и атеистов с провоцированной потрясающей социальной катаклизмой, которая во всем своем ужасе ясно покажет народные последствия абсолютного атеизма, который является причиной одичания и кровавых переворотов. Тогда все граждане вынуждены защищаться от всемирного революционного меньшинства, истребят разрушительной цивилизации и разочарованы в христианской массе, а разочарованы в христианстве, потому что, во-первых, христианство довело до этой революции, во-вторых, они уже потеряли эту веру, так вот, разочарованы в христианской массе, чье дейстическое сознание отныне будет лишено компаса, в поисках идеологии, не зная, к кому обратиться в свое восхищение, получат истинный свет благодаря всеобщему проявлению чистой доктрины Люцифера и, наконец, раскрытой всеобщему взору, проявлению, которое последует за уничтожением христианства и атеизма, подчиненных и разрушенных одновременно. Вот, поэтому еще раз хочу подчеркнуть, когда сегодня в качестве главного врага пытаются представить атеизм, гуманизм, либерализм. Это глубокая ошибка, потому что фактически они уже вместе с христианством списаны. И вот сейчас, вот это наше время, мы как раз переживаем в тот самый момент, когда сначала они удалили по христианству, они составили массово зачароваться в христианстве, затем они провели мощную атеистическую операцию, спецоперацию, для того, чтобы вышить людям действительно этот страх, дикий страх, и людям, которые не могут жить, естественно, без духовной жизни, это невозможно. И они сейчас все свои силы, духовные силы бросили куда? на освоение вот этой вот эзотерической, поэтому, как мы говорим, сегодня главный лозунг это акутизм и масса, и люди фактически готовы. А начиналось это как раз вот в конце 19-го, начало 20-го века, когда вот эти тайные общества стали выходить, как я сказала, на более широкие слои населения. И уже в конце 19-го, в начале 20-го века уже тогда фактически готовился вот этот вот мощный удар, который должны были осуществить все эти тайные структуры. И это тоже очень хорошо писал Тихомиров. Он писал свою книгу в 1910-м году, когда еще не было современных технологий, но то, что он описал, удивительным образом напоминает сегодня. Начал он писал следующее. Элементы языческой мистики явились не из пустого пространства. Зародыши его хранились в огромных запасах пантеистических учений в замкнутых оккультных кругах в высшей степени масонства. Но на большую публику мистика хлынула почти внезапно. Со всех сторон явились легионы спиристических духов, пережитки гноси, согерметизма, новые силы оккультизма, воскрешающего иудаизма, индуизма, теософии. Они предлагали алчущим и жертвующим кому что более нравилось, кому плодовство и магию, кому общение с дорогими покойниками, кому философию, кому мистическое могущество превыше всякой власти человеческой. Рационализм и материализм, так авторитетно подрывающие христианство и его духовную жизнь, стали до чрезвычайности скромны, потому что новые мистики им смело бросали в глаза обвинения в узости и тупости. Это уже начало XX века. И в итоге действительно они столкнулись тогда со страшным парадоксом, когда люди, которые не принимали христианское учение, именно потому что не могли верить в ангелов и бесов, они верили в то, что в тонких мирах пребывают некие сущности, некие великие учителя человечества, которые готовят делиться с ними высшей мудростью и знаниями об устройстве Вселенной. Вот эти пложные пророков в соответствии с формулой порядок через хаос как раз и подсовывали людям, чтобы не допустить их возвращения в его церкви. Вот так это все происходило. И вот надо сказать, что тогда уже именно в этот период, в начале XX века, появляются многочисленные духовные лаборатории, которые стали работать над различными вариантами перестройки сознания людей, но все это было связано в одну общую округную сеть. И разобраться в этом, в кидросплетениях этой сети было крайне сложно, это могли сделать только высшие круги просвещенных, которые скрывались под именем Орден. Поэтому сегодня, когда мы пытаемся понять, как работает система глобального управления, мы выходим только на определенный уровень, а дальше мы не знаем цифру людей, ключевые фигуры, которые все это определяют. Ну вот, закладывалось это все тогда. И вот одним из важнейших подразделений этой сети стало Теософское общество Гловацкое, которое было создано в США в 1875 году. Значит, почему я останавливаюсь именно на Теософии, на этом обществе, потому что оно заложило как бы матрицу, матрицу мышления и образа мышления и поведения, которое предопределило фактически поведение Лида на весь XX век. Значит, в уставе этого общества, которое Гловацкого создала совместно с полковником Оску, Оску, да, извините, в Америке, значит, говорил следующее, что его задачей является создание ядра всемирного братства человечества без различия расы или расповедания пола, красной цвета кожи. Значит, главное это изучение, сравнительное изучение наук, религии, философии, особенно Востока, и исследование необъяснимых законов природы и скрытых сил человека. А надо сказать, что как раз начало XX века, как мы знаем, наука, она сделала очень большой шаг, сделала большой даже скачок и в изучении как бы тонких материй, и фактически наука, ее начали уже сакрализовать, потому что она входила в такие сферы, в материи, которые действительно рационально было крайне сложно объяснять, и если наука это пытается объяснить, значит, она фактически вставала уже на место религии, то есть, как мы говорили, о роли религии и науки. И вот как раз Главаска попыталась что сделать? Соединить новейшие достижения науки и древнее учение кабблогностицизма, манихейства, герметизма, интуизма, буддизма, Гейгель и Спинозы. И таким образом, фактически объяснить, каким образом работает этот мир, что собой представляет человек и какова его судьба. Это и есть необъяснимые законы природы и скрытые силы человека. И именно она на основе всего этого изобрела свои концепции космогенеза, антропогенеза с элементами антропологии, которые стали удобными современной теософии. Космогенез — это общий мир, и человек, антропогенез — человек как часть этого мира. Хочу напомнить слова замечательного исследователя Дэвиса, которого я уже цитировала, который написал книгу «Технокнотизм. Мир, магия и мистецизм в информационную эпоху». Он писал как раз про теософию следующее, что они одновременно и смешивали, и противопоставляли свой мистицизм и новые элитационные электромагнитные научные картины мира. Сознание и материя — одна и та же космическая субстанция, которая находится на разных ступеньках эволюции. Они ставили сознание выше материи и принимали эту точку зрения, согласно которой наши мыслительные энергии обладают достаточной силой, чтобы самостоятельно творить реальность. А это вам не напоминает «Метавселенная». Те же коми, те же истоки, то есть мыслительные энергии человека, они сами творят реальность. Но они обновили это древнее воззрение, переложив его на язык эфирных волн, вибраций, космических колебаний, силовых полей, то есть взяли вот эти новейшие научные достижения. И в итоге получилось, что эфтеософский космос становится таким огромным звуком. Самые низкие и грубые вибрации, которые составляли материальный мир, а более тонкие вибрации – это высшие планы. И вот попытки теософов приписать духовные качества Вселенной сопровождались первым великим духовным поворотом Запада к Востоку. Это я все цитирую Дэвиса. То есть действительно, вот тогда так мощно и так глубоко никогда еще Европа не принимала Восток. Поэтому не случайно себя в Суфе называют эзотерическим буддизмом. Настолько схожи эти учения. Поэтому, когда говорят о том, что буддизмом предстоит или как-то закрыт трансгуманизм, это глубоко неверно, мы это позже увидим. Значит, хотела бы я коротко выделить тут два очень важных момента. Первое, то, что это пантеистическое учение, пантеистическая картина мира, в которой, так же, как и у Гностика, каждая частица материя духовно-материальна. Дух и материя составляют неназрывную пау. Материя есть дух на седьмом плане, дух есть материя на нижней точке своей деятельности. И опять же, Блаватская повторяет гностический принцип как вверху, так и внизу, как на небе, так и на земле. Человек, микрокосмос, миниатюрная копия макрокосмоса, это все живой свидетель этому вселенскому закону. И второй, очень важный момент, который для нас имеет принципиальное значение сегодня, это то, что теософия исходит из эволюционной парадигмы. То есть, Блаватская отдавала должное германистской теории, она не отрицала эволюцию никаким образом, но она считала, что эволюцию невозможно объяснить с материалистических позиций. Поэтому она создала вот эту свою теорию космогенеза, в соответствии с которой вся наша жизнь, вся наша история это и есть раскрытие абсолютного непознаваемого ничто, которое проходит различные этапы в своем существовании. На определенном этапе этот абсолют превращается в мужеженское начало, в дух и материю, в мировую душу, которая имеет форму яйца. Это яйцо обвито божественной мыслью в виде змеи, опять-таки дазна к змеи. И вот это есть зародыш вселенной, которая начинает свою эволюцию в соответствии закону кармы. И карма Блавацкая это фактически есть вот то, что всякий есть Бог. Именно карма выступает как настоящий Бог. И Блавацкий пишет «Замените слово Бог кармой», и это сделается восточный аксионом. В этом плане Теосовский космос фактически можно представить в виде огромного компьютера, который подчиняется заложенной в него программе. И вот с этой кармой связана как раз и цикл эволюции космоса, цикл материи, цикл духовной эволюции. Значит, соответственно, даже и человек, который является частью этого мира, тоже проходит определенную эволюцию. Что такое человек? Человек — это воплощение частицы космоса монады. Вот некая частица, да, которая рвалась от космоса монады, вот, и начинает свою эволюцию как человечество, чтобы пройти определенный путь, погрузиться в материю, потом из материи выйти и соединиться с нирваной. То есть, еще раз, вся история человечества — это история эволюции. Она проходит семь ступенек или семь коренных рас, кажется, из которых выполняют ту или иную цивилизационную задачу. И смысл в том, чтобы сначала как можно больше вот этой духовной субстанции погрузиться в материю, а потом из этой материи выйти и соединиться, как я сказала, с этой нирваной. Значит, названия рас и эпох, которые использует Блаватская, они взяты из концепции розенкрейцеров, ну а сами детали, которые они там приводят, они получены в результате ясной видения, потому что они все время слышали голоса, вышепосвященные которым это все диктовали. Значит, всего этих рас семь. Значит, первая, вторая раса, причем, извините меня, да, я хочу сказать, что опять-таки это определенная интерпретация книги Батии, да, гностическая интерпретация книги Батии. Значит, первая и вторая раса, это адамическая и киберборийская, они были, соответственно, астральными, эфирными, исполинскими, неопределенными, бесполыми, обладавшими низким сознанием. Потом идет третья раса, лемурийская, она одевалась до плотного тела, то есть уже, да, вот эта дупая погружается в материю, это зачатки разума, вначале была представлена гемафродитами, которые разделились затем у мужчин и женщин, вот именно так этиософы рисуют, объясняют или трактуют падение в первородный грех, чтобы гемафродит разделился. Эта раса создала первую разумную цивилизацию в Дерюшном полушарии, в которой как раз селялись высшие духи. Затем дальше происходит разрушение цивилизации этой, и отпрыски лемуристов образовывают четвертую расу совершенных атлантов, ставших божественными наставниками человечества. Они не имели религии, основанной на вере, но каждый из них, как и слава Блавацкая, будучи одарел божественными силами чувства себя самого внутреннего Бога, сознавал, что по природе он есть человек и Бога. То есть раса атлантов это человека-боги, которые совершали просто чудеса. Они строили гигантские храмы, в частности, именно они строили храмы в Египте, я говорю, по троптовке теософов. Они открыли первую школу эзотерической мудрости, которая была государственной философией, а это опять воспоминания Накоменского, ученые-мудрецы, они будут авторитетом, высшей властью. И они должны были хранить эти знания как высшие, посвященные, благодаря которым древние потом могли пережить гибель континентов. Значит, ну и эта раса атлантов тоже гибнет, и спашисты соединяются с божественными воплощениями и составляют современную пятую расу арийцев. Вот именно ее Лавацкая считала та саблиментная раса, она жила в этот период, и считала, что американцы как раз ее воплощают полностью. Но ход эволюции ведет к тому, что приближается время, еще раз напоминаю, это начало XX века, приближается время великой, гораздо более блестящей шестой расы, которая уже формируется в Америке. Смена рас, как и в прошлом, будет сопровождаться социальными катастрофами, климатическими катаклизмами, которые уничтожат Европу, но которые не должны пугать избранных, потому что это тот очищающий огонь, в котором погибнут недоразвитые остатки пятой расы. То есть любая эволюция сопровождается вот этими катастрофами, в результате которых выживают избранные. Значит, люди новой расы, вот эти шестую расу, в свою очередь, станут семенами других человеческих существ, которые подготавливают великую седьмую расу. И вот то, что Гловацкая описывает как великую седьмую расу, очень напоминает то, что сегодня описывают трансгуманисты в качестве постчеловека, то есть сущность, которую они создают вместо человека. Значит, ее представители станут более психическими, более духовными, в итоге будут представлены уже чистыми духами, бесполыми андрогенами. Значит, Гловацкая указывала, что сексуальная способность есть аномальное отклонение от курса человеческой божественной природы, и все стремится покончить с ней. И половой способ в производстве есть лишь переходные фазы, и человек уже в конце шестой раз не будет иметь половых органов и будет создавать разумом рожденных беспорочных сыновей. Поэтому, когда мы сегодня пытаемся объяснить то, что говорят извращенцы, не будем переходить на их язык, а то сейчас стало очень можно говорить ЛГБТ-сообществами, и это умиляет. Они борются против извращенцев и все время используют эти понятия ЛГБТ-сообщества, нет ЛГБТ-сообщества, запретим ЛГБТ-сообщества, но вы же уже признаете их, раз используете эти понятия. Так вот, это все к чему? Потому что здесь не просто извращение, здесь еще совершенно другой мировоззрение, другая система ценностей, и этот образ мысли определяет и этот образ жизни. А образ мысли определен совершенно другим взглядом самого человека, а не просто на отказ от моральных традиционных ценностей. И вот эти люди седьмой расы, они совершат цикл своей земной эволюции и, узнав протяженность Вселенной, переселятся на другую планету, чтобы начать новый цикл. Но, если мы будем смотреть с христианской точки зрения, то тут все будет непонятно, потому что эти духи будут уже не люди, а воплощенные бесы, как говорил наш товарищ Хороший, происходит сейчас церилизация бесов. И, как это произойдет, Блаватская описывать не могла, но с изобретением новейших технологий, информационных технологий, средствами для достижения этого стали абсолютно эффективными, и мы видим, что сегодня фактически как раз и с помощью этих технологий реализуется вот эта самая идея шестой расы. Значит, что здесь еще очень важно, что это как бы основные шесть рас, но Блаватская указывает, что поскольку в процессе эволюции человечество совершало много ошибок, то происходили ответвления, что приводило к порождению рас, чудовищ, полуживотных и полулюдей. Ну вот, не прямо вот так, что, да, все время когда-то отклонялось. Его современные расы сохранились остатки недоразвитых, недоразвитой лемурийской расы, я не буду приводить здесь, кого она называла, какие народы, чтобы не оскорблять, потому что это для нас недопустимо, вот, и сохранились остатки четвертой расы, но все они обречены на вымирание как неполноценные, то же самое, да, избранность и разделения на два разряда людей. Человечество ясно делится на богом вдохновленных людей и на низшие существа. Разница умственных способностей между арийскими и другими цивилизационными народами и дикарями необъяснима никакими другими причинами, так писала Главацкая. Объясняется совершенно четко, доставлю, что вот это вот различие. Она называла их низшими расами, указывала, что по счастью, благодаря мудрому равновесию приота, который постоянно работает в этом направлении, они быстро вымирают. Значит, развивается же то, что та часть человечества, в которую вселялись вот эти особые духи, которые стали божественными наставниками, их иногда называют мудрой змеи, дракона света, и они присутствуют фактически в каждой расе. И Главацкая откровенно разъясняет, что тот, на кого христианство указывает как на сатану, на врага Бога, это я ее цитирую, в действительности является высочайшим божественным духом, окутной мудростью на земле, настоящим Богом нашей планеты и единым Богом. А что же касается зла, исходящего от сатаны, то она тоже не отрицает этого, потому что зло есть, как она пишет, необходимость в проявлении мироздания и одно из оснований его, оно необходимо для прогресса и для эволюции. Ну это уже как бы, черное-белое, зло-добро, а неравноправный, могут меняться местами, за этими столами, так сказать, как, с какой точкой зрения ты на это смотришь, намоты. То есть это все имеет право на существование. мастика, да, добро, слух. Вот, и поэтому, значит, все это необходимо, как ночь, необходимо для проявления дня, смерти для жизни, чтобы человек мог жить вечно. Змеи сатана являются наставником избранных из пятой расы, потом являются адепты-апультисты, верующие, как указ главатских духов, ибо они чувствуют, а некоторые видят себя окруженными ими со всех сторон. Вот, и представляете, вот это все, когда началась перестройка, вот это все было в наших нежных магазинах завалено, я приходила тогда, помню, что, целые полки были завалены, вот это, сиротолио главатская, это, значит, советских людей вот так вот меня из парочка посвящали. Ну, что же потом происходило, вот прекрасно можно понять, даже, когда появился такой термин, ререхнувшаяся интеллигенция, та интеллигенция, которая помогла мыслить только мнениями ререхов и главатской. Ну, вот, и надо сказать, конечно, что ничто не проходит даром, ничто не проходит бесследно, и если человек, особенно молодой человек, буквально начинал свою вот такую творческую сознательную жизнь с погружением вот в эти тюри, то потом это очень трудно от этого отходило, некоторые так и не отошли. Это очень действительно реально серьезный удар под дых, как я помню, и остановить этот процесс было невозможно. Я это все очень хорошо помню, потому что тогда действительно этот провал, как тут было описано, да, с атеизмом, его просто стирали в порошок, марксизм, генизм, атеизм, это естественно. Понятно, какая была тогда ситуация, но вместо этого подсовывали вот это вот все. Ну, значит, что здесь самое страшное в этом всем деле, самое страшное, то, что это все оборотничество, да, оборотничество, потому что Блаватская, она не просто создала свою концепцию, а она использовала понятия христианские, она использовала мотивы, идеи, термины, но она это совершенно извращала. Значит, что касается Люцифера, она издавала журнал, который так и назывался Люцифер, выдавала его за спасителя человечества, значит, она его представляла как восставшего против Творца, Люцифер, это большинство всех веков и периодов, почему он восстал против Творца, потому что Творец лишил человека знания, Люцифер принес ему этот свет, вот, поэтому это тот самый астральный свет, это всемирная душа, это черное отражение белого лика, такими термины она его наделяла, вот, и самое главное, что Славатская совершенно откровенно демонизирует Христа, выдавая его за Люцифера, она пишет вместе, логосу, Сатана единый, у Цифера есть логос в своем высшем аспекте, слово, это переворожденный врат Сатаны, и отрицая личного блога и богочеловечества Иисуса Христа, она использовала имя для обозначения посвященного, например, Иисус Христос, Батхисатва, имеющий долг Будды, и он же есть одно из перевоплощений Шакьямунии, Шри Шанкарчари, Аполлония Тианского, Тунгхача, реформатора тибетского буддизма, то есть все вот так вот смешалось в одно, то есть это просто разные названия, разные имена Христа. Гена дальше поясняет, вы спрашиваете, верим ли мы теософы в Христа? В Христа без личного, да. Кришна это Будда, тот же Христос, но не Иисуса Назарецкого. Надо сказать, что имена тех великих учителей, которые она, которые мы наставляли, нам, конечно, никогда не узнать, но назначение о теософии было совершенно очевидно, подготовить замену для упразднения христианства, о чем сама Блаватская выразилась с определенной откровенностью. Вот такая фраза сохранилась в истории. Наша цель не в том, чтобы восстановить индуизм, а в том, чтобы стереть христианство с лица земли. И, конечно, особенно впечатляющим в этой связи выглядит тот факт, что в 1991 году ЮНЕСКО объявило годом Блаватской. Ну, это как раз перестройка, это как раз, да, крушение социалистического лагеря, соответственно, и идеологии системы ценностей. Опять-таки, мы говорили о том, что какая система ценностей лежала в основном нашей идеологии. Поэтому это было совершенно закономерно, и тогда вот этот весь акультизм, он хлынул просто мощное, мощное, но у нас. Это, значит, у нас начало 20 века, но надо сказать, что Теософское течение представляло только часть акультной сети, которая в последние трети охватила фактически все западные страны и действительность многочисленных организаций, которые были взаимосвязаны друг с другом на неформальном уровне, послужило начать уже создание наднациональной системы управления. Все это происходило как раз тогда же, когда формировался круглый стол в Англии, когда английская элита начала разрабатывать под руководством Сесселеротца. Ну, это просто конкретно его фамилия всегда стояла за этими планами, план мирового управления, создание мировой системы управления, мирового правительства. Они просто спорили, как это лучше сделать, будет ли Англия стоять в центре этого семерного управления, или это будет наднациональная система управления. Но вот это начало 20 века, вообще 10-е годы, 20-е годы, 20-е годы, 20-е века, это тогда, это годы страшные, когда все это закладывалось. Все нынешние современные системы, структуры, о которых мы говорим, тот же ШВАП, тот же ВФ и все прочее, они вышли как раз из этих лабораторий, которые в полную силу себя провели именно в эти годы. Поэтому именно вот этот период и надо хорошо изучать. Надо сказать, что на первом уровне в Европе формируются новые эзотерические общества, которые представлялись как хранители старых традиций. Это, в первую очередь, английское Орден Крейцерское общество, это Орден Золотой Зарей и это Орден Восточных Куплиеров или Орден Храма Востока. Были там еще мартинисты, были каббалистические Орден Розы Креста, но все-таки ключевым были вот эти три, которые я сейчас назвала. Что касается английского Орден Крейцерского общества, то оно концентрировалось на оконно-эзотерических исследованиях и обзиняло это очень важный момент влиятельных общественных деятелей, которые были носителями высших градусов на других масонских лож. Ну, об этом говорили, что фактически большая часть английской не только дворянско-алистократической, но и бизнеса, финансов, конечно, они все входят в эти структуры. И вот среди них особую роль играл высокий, посвященный лорд Эдвард Бульвер Литтон. Он был кадровым дипломатом, политиком, старт-секретарем по делам колонии в период Старопивной войны, но также он был еще писателем, автором известного романа, может быть, вы знаете, «Последний день Помпеи». Но, кроме вот этих многочисленных других романов, многие из которых можно было понять только в контексте его занятия оккультизмом, наиболее значимым его был роман, который был посвящен другой теме. Это фантастический роман, который называется «Грядущая раса». Но у нас уже очень много антиутопий сегодня изучают, уже на них ссылаются, потому что многие вещи, которые там прописаны, сегодня уже реально воплощаются в жизнь. Но о грядущей расе у нас, говорят, меньше, хотя это как раз, я думаю, одна из ключевых работ, потому что она как раз и показывает о том, как те хранители тайных знаний, которые сохранились еще, так сказать, с тех времен потопа, как они начинают фактически управлять человечеством. Значит, сюжет там такой, что свет-люди, которые после потопа выжили, живут под землей в недрах Тибета, потому что они должны скрыться от мира временно. Но поскольку они обладают высшей энергией, которая называется «время», которая пронизывает все сущее и позволяет им влиять как на природу, так и на сознание человека, то они хранят эти знания для того, чтобы в последующем использоваться для управления всем человечеством. Значит, получили они эти знания от предков, понятно, от кого, от нефилимов, которые погибли в ходе потопа. И теперь здесь, в подземелье, они фактически создают свою собственную цивилизацию, как бы готовя себя к управлению человечным. В итоге, со временем они оставляют свои подземные владения, выходят на поверхность земли и подчиняют себе земля, не способным противостоять их таинственной силе, которая представляет собой магическое оружие. Ну вот, как, например, утверждал один из сверхлюдей, для уничтожения всех землян достаточно объединенной мощи шести местных детей. Ну, речь идет о том самом оружии, ментальном тайном, управлении, которым они как раз и владели. Надо сказать, что трудами этого автора были вдохновлены Джон Раскин, который основал в 1879 году Офсурскую группу по течению посвященных, которые распространяли идеи англосаксонского превосходства. Его идеи повлияли на Гловацкую, ее последователь Анну Рязан и также на Сосилородца, который основал, как я уже сказала, закрытое общество или, как его называли потом, главный мозговой центр английской финансовой элиты в 2010 году получил название Круглый Сто. Мы финансировали его в Родшебрид. Туда входили представители трассных партий, консерваторов и либералов. Потому что не это было главное, это очень хорошо показано Квикли, англо-эканский эстеблишмент, очень подробная клика, которая как раз показывает, как в реальности управляется английское общество. Но надо сказать, что эти элиты на них оказали влияние на немецких оккультистах. Но об этом у нас меньше известно. Вот о связи англо-саксонских оккультистов эстетериков с немецкими. Тем более сейчас, я думаю, что эти исследования не очень, наверное, будут поощрять изучению 90-х годов массовой литературы на эту тему. Но в частности, я просто коротко хочу сказать, что в 2020 году в Германии было создано оккультное общество «Братья Света» под эгидой Карла Хаусхофера, который был затем переименован в общество «Вриль». Общество «Вриль» как раз по аналогии с названием, которое использовал. И его члены верили, что под землей существует потеное царство Агарти, в котором скрывается высшая раса, которая как раз ожидает подходящего момента для захвата земли и подчинения человеческой расе. О том же писал другой оккультист-эзотерий Сент-Сан-Тив Дальвейдер, основатель такого идеи в идеологии, если мы еще успеем, уже смотреть как синархи. А вот это французский эзотерий, который тоже исходил из той же самой идеи концепции. И очень большую роль сыграл в идейном утверждении этой идеи Каменского, Яна Каменского, об иерархии власти, что во главе стоит авторитет, дальше идет религиозная власть и политическая власть. Вот он как раз эти идеи разъявал. Другие члены, очень заметные члены этого общества были писателем основной лидер Киплинг, не менее известный в кругах посвященный оккультист Эфис Леви, автор трудов по истории магии Каполы, но наибольшее влияние на деятельность общества оказал его великий мастер доктор Вильям Вин Весткут его называли черно-маговым масоном это личный друг Балавадской автор многочисленных каббалистических и геогерметических извините меня произведений и именно Весткут сыграл ключевую роль в создании другого ордена Золотой Зари почему я на этом ордене хочу остановиться потому что его членом был Кроулин активный и Кроулин конечно тоже разработал свою программу которая сегодня реализуется программа на весь 20-й век но значит в этот орден Золотой Зары Зари куда тоже входила английская аристократия он имел очень жесткую иерархическую структуру включал в себя три уровня внешний орден дальше внутренний орден и наконец третий куда входили те кого в системе глава называют тайными властелинами и вот например к внешнему ордену относился или принадлежал Герберт Уэллс он был еще членом Фабианского общества и он внес очень большой особый вклад в разработку программы нового мироустройства которая была изложена в его работе которой у нас не были перейти но только недавно перейти на одна сейчас я скажу это открытый заговор дальше у него есть книга порядок через хаос либертаристское разрушение дали новый и он же у него же есть еще книга совсем редко упоминаемая хорошо бы перевести называлась на современную топе эта книга фактически основывается на вне описывает каким образом должно строить сообщество а строится оно должно на принципах Евгеники и надо сказать что Герберт Узе поддерживал какую-то идею но он выступал с более радикальной позицией и критиковал программу положительной Евгеники особое внимание уделяя отрицательной Евгенике то есть устранению несовершенных вот как помню положительную Евгенику одновременно с отрицательной предложил Гартинт а Герберт Уз как я сказала основу сегодня подчеркиваю главный акцент делал на втором он писал что возможность улучшения человеческой рода связана со стерилизацией непригодных а не с отбору пригодных с целью их разведения но я думаю нам это надо знать все потому что наша большая часть этих деятелей мы их читаем как просто литераторов как писателей как фантастов речь идет действительно о другом совершенно мировоззрении чуждом христианстве поэтому естественно все это проявляется вот в таком форме значит что касается романа современной утопии он был написан в 1905 году и там он как раз как я сказала возлагал одну из концепций всемирного государства это не было национальное государство оно не было расовым да вот он действительно написал именно как всемирное значит там современник Уэллса попадает на планету утопия которая находится в параллельном мире и там знакомится с ее устройством значит какое оно это устройство получается значит верховым собственником на планете является всемирное государство еще раз скажу собственником то есть все принадлежит этому всемирному государству в то время как жителям этого государства принадлежит только вещи личного пользования но это прямо инклюзивный капитализм шваба опять и пусловно шваба понимаем что мне он все это сочинил регистрации при перемене жительства обязательно главным средством идентификации личности являются отпечатки пальцев и личный шифр власти здесь находятся в руках интеллектуалов которых называют самураи которые подчиняют свои личные желания общественному благу они занимают все административные посты являются единственными гражданами имеющими избирательные права и формирующие правительство что касается остальных жителей то они как в утопии Томаса Мура делятся на страты которые называются классами и которые не являются наследственными применяются индивидуальные подходы которые насчитываются четыре тоже интересно что это за касты первые это активные это деятельные способные к организации руководству люди но не обладающие фантазией мне кажется что это система цифрового образования которую мы сегодня создаем с индивидуальными профилями мне кажется что она воспроизводит как раз вот эту систему чтобы уделять нашим детей вот эти четыре касты вот эти люди служат менеджерами предпринимателями администраторами а самые пассивные из них это мелкие чиновники фермеры мелкие лавочники далее тут созидатели это творческие личности занимающиеся интеллектуальным трудом священники люди с развитыми эмоциями затем тут ниши это люди склонные к социальному поведению к алкоголизму которые в случае нарушения общественного порядка высылают на изолированные острова где жизнь строится на принципах насилия обмана ну и наконец еще это глупцы которые не способны ясно мыслить и вообще не допускаются в каком-либо управлении и вот только активные созидатели они подветнувшись очень жесткому физическому интеллектуальному отбору могут стать самурами они верят в единого бога но их религия отрицает первородный грех и не предполагает исполнение каких-либо обрядов они придерживаются своего кодекса который предъявляет к ним жесткие требования значит это вегетарианство значит занятие гимнастикой альпинизмом запрет на курение и употребление алкоголя но участие в азартных играх спортивных состязаниях и выступлениях на сцене запрет на торговлю и обогащение вот и в связи с этим я вспоминаю нашу замечательную господь Евгения Андреевича Авдеенко о котором я часто цитирую вот он когда писал про нефилимов из-за которых произошел поток до такого состояния земля была доветена что все сработал духовный закон и он писал что они невозможно что они были очень чистоплодными людьми они могли не пить не курить вести здоровый образ жизни скорее всего было так занимались спортом следили за собой вот но они были настолько грешным образ жизни что планету не выдержали поэтому здесь когда мы пишем о том что эти люди как бы стерильны в плане социального поведения вот это еще далеко не значит что это есть люди-творцы ну вот и в утопии выделяется также внимание продолжению рода его чистоте и здесь тоже очень интересно психически больные алкоголики и прочее бесполезным социальным отношением индивидуей должны быть устранены и как объясняет герой романа дурная природа не должна множиться если мы не хотим чтобы ее представители страдали и гибли а вместе с ними и весь род человеческий то есть опять же убийство устранить устранить устраняется гуман цель чтобы они не мучились и решение этой проблемы применяется социальная хирургия изоляция евгеничества неблагополучных и устранение малейшего шанса на их размножение и вот как пишет автор не будет ни смертоубийства ни газовых камер однако в отношении новорожденных с уродствами и тяжело больных закон гуманной в кавычке утопии требует уничтожения так как идеал научной цивилизации состоит в том чтобы предотвращать рождение слабых низшие классы имеют право на потомство но многодетные браки являются привилегией биологически и финансов благополучной семьи что же касается незаконорожденных то они решаются какой-либо поддержки государства надо сказать что как я уже почерпнула Гего Толс не был сторонником расы превосходства чистой расы евгенику можно применять не только в отношении расы а как это делали немцы нацисты нацистской Германии но и в отношении всего человечества но позже это выразилось в идее всемирной республики которая создается советом глав государств с фактической передачей управления комиссием специалистов и изложенной в работе освобожденный мир это работа 1914 года вот этой же темой посвящена была и работа порядок через хаос либератолистское разрушение тоже 14-й год накануне первой мировой войны потому что они думали тогда что их планы совершаться в результате первой мировой войны эта книга кстати тоже не переведена как я уже сказала но может быть ее и переведут если успеют если событие вот событие позволит это ну вот но надо сказать что именно вот в этой книге последний порядок через хаос автор впервые использует выражение новый мировой порядок который применялся к проекту уже вот этого семейного управления наконец в 1928 году появляется книга открытая конспирация и в 40-м новый порядок в котором он ратует за создание бесклассового семейного тоталитарного государства называется это новое человеческое общество которое предусматривает сокращение населения и практику евгеники и способно рациональным образом управлять ресурсами всей планеты вот поэтому в общем-то конечно автором инклюзивного капитализма не надо было еще придумывать уже все на протяжении этих веков разработано просто единственное их достижение в кавычках это то что они сумели правильно начать применять вот эти информационные технологии генические технологии ну как их называют нано-биок и конвергентные технологии для того чтобы изобрать эти планы просто у них появился этот инструмент Апланта в принципе был уже готов ну вот ну и надо сказать что вот Гега Тонс он сыграл свою роль в распространении этих идей насколько я знаю он познакомил с кроли с кроли Олдеса Хаксли который писал потом свой роман прошел и в общем выступал в качестве такого связующего свинья между английскими деятелями и европейскими континентами Европы но дело в том что в Англии так принято они говорят Англия и Европа мы с Европой но не Европа потому что континентная Европа рассматривается как отдельный субъект ну вот значит это вот что касается Олдеса ну и возвращаясь вот к этому Ордену Восточного или Ордену Храма Востока я еще все-таки хотела бы напомнить про фигуру Кроули потому что Настой Кроули он фактически изложил программу морального нравственного воспитания или развития аморального и безнравственного морального развития программу которая стала реализовываться на протяжении 20 века но особенно активно в 90-е годы вот 20 века вы видите сейчас я в формировки прийду насколько они напоминают то что сегодня говорят значит объединенные в такие уже жесткие хорошо институционизированные структуры современные извращенцы значит очень важно что Кроули как и Блаватская считал что все что он излагает это все получено им от великих посвященных потому что начал это все писать именно после того как посетил Тибет и после того как он пообщался с высшими неизвестными но это он так описывает после этого он становится посланником Шамбала и пишет книгу законов в которой была изложена его магическая концепция которая называется теленизм в чем ее суть ну дело в том что так же как и у Блаватского Кроули вся история человечества представлена в виде эволюции в виде циклов соответствующих эти циклы у него называются эоны и каждому из этих циклов приписывается своя как бы определяющая концепция и вот учение для грядущей эры которое сейчас как раз у нас началась он использует понятие телема телема это в переводе греческого значит поле и это понятие является ключевым учением Кроули то есть это фактически речь и о том что человек абсолютно освобождает свою роль от какого-либо влияния полная свобода полная высшим законным орденом он возглашает следующий твори свою волю таков да будет весь закон и каждый человек пишет Кроули вправе осуществлять свою волю без опасения что она может войти в противоречие с волей других людей поскольку если он находится на своем месте другие не должны переходить ему дорогу и это есть провозглашение абсолютной свободы от бога следствием чего стало утверждение этики все дозволенности под видом которой практиковались радикальные формы нравственного негалистов распутства естественно они будут это все описывать нам это и не надо просто откуда идут все эти современные концепции положив основание своеокультной теологии сексуальную магию Кроули просто чудовищные обряды служения сатании и вот в одном из документов этого общества кстати говоря знаете когда я это все изучала я нашла сайт у нас был сайт на русском языке этого общества там были все произведения Кроули и другие а там же очень жестокие вещи совершенно экстремистские вещи и тем не менее этот сайт очень долго существовал я не знаю когда его убрали сейчас я вышла по этому адресу его уже нет но буквально вот где-то лет пять назад это все еще было то есть могли все кто угодно знакомиться с этим произведением открытого вот наш этап разъяснялось мы не хотим основать новую религию но мы хотим вымести руины которые христианство собралось со своего со старого мира чтобы древняя религия природы вновь обрела свои права мы хотим восстановить его чистоте и примитивной морали все то что сегодня рассматривается как аморальное или порочное мы хотим поднять его на уровень святости мы строим общество людей сексуально свободных это постание будет успешным только когда молодым с самого нежного возраста мы будем прививать принцип новой морали с самого нежного возраста надо приучать детей вот ко всем этим делам значит вот то что сегодня делается да почему с детских садов сейчас и естественно это в Европе не во всех странах но в большинстве это все делается с самого раннего возраста вот кроли писал с самого нежного возраста это надо делать вот причем он выводил это на ум священные действия далее телемизм должен стать мировоззрением грядущей эпохи которую называл ион гора который наступит в результате катастрофы и в которой будут сняты все противоположности добро и зло мужское и женское запретное и разрешенное ну опять-таки известный экологистический принцип и вот выступая в качестве глашата или пророка новэра кроли признал был реализовать разрушительную программу морального разложения западной цивилизации которая как раз открывает новые пути то есть там же как и в Главатской будет некая катастрофа будет некий страшный социальный катаклизм в результате которого все поменяется но эта подрывная программа она охватывала все сферы и нравственные этическую и религиозную культурную социальную политическую экономическую и она была зашифрована в доктрине буря равноденствия это вот термин который фактически упрощал собой принцип порядок через хаос еще раз хочу повторить тоже напомнить помните мы с вами говорили морсовским признал порядок через хаос он предполагает несение разрушительных разрушительных осуществления разрушительных действий для того чтобы сломать систему сломать причем до основания и поскольку все основывается на моральной нравственности в первую очередь на удар наносится именно по системе ценностей вот мы видим как люди в наше время сегодня дезориентированы особенно на дети дезориентированы морально и нравственные ценности с ними можно делать что угодно их можно куда угодно направлять. Вот это самая страшная вещь. Ну вот, соответственно, вот этот хаос, он обозначает переходный период, это период жестких социальных катапризм, причем подготовка его связана с именем великого зверя, именно великие звери используют эту магию хаоса, и более равноденствия происходят от понятия равноденствия богов, которое было введено к роли, вместо понятия конец света и означающего начало нового иона. То есть, опять же, они стараются либо использовать понятия христианские, либо их извращать, либо их чем-то замещать, но опять же, речь идет об интерпретации, своей собственной интерпретации того, что было уже описано в этой священной книге. По этому любезному смысле, более равноденствия, она торжественна по нашему новой тайны беззакония. И Кровли, не стесняюсь, считал себя носителем тайны беззакония и демонстративно называл себя антихристом или зверем 666. Значит, как я уже сказала, программа Кровли — это фактически программа на весь XX век, они всегда, да, надолго планируют, потому что мы сами говорили, они берут то, что они переселяются в Новые Телеса, и поэтому, когда бы это ни было, они все равно будут присутствовать для этого, как они считают. Ну вот, и вот, коротко хотела бы привести некоторые положения из его документа, один из документов Ордина, где он говорит о том, какая мысль тебе, эти моральные принципы. Значит, а вот обо всем, что твое. Нет у тебя иного права, кроме как творить волю твою, поступай так, и никто тебе не скажет нет. Нет Бога, кроме человека. Человек имеет право жить по собственному закону, человек имеет право жить так, как он желает, человек имеет право перемещаться, как он желает, по всей земле, человек имеет право отдыхать, как он желает, и право любить, как он желает, когда, где и кого он желает. Но это я самые нейтральные вещи сказала, там были еще очень нехорошие, которые просто нельзя цитировать. Но это нам и не нужно, потому что главная суть и смысл того, что делает этот человек, фактически неестественный человек, который создавал целую систему. Надо сказать, что вот эта консолидация оккультизма нашла не только на уровне вот этой высшей власти, те, кто разрабатывал эти духовные принципы, но и всей политики, если мы рассмотрим 20-й век, то мы видим, именно тогда начинают активно минировать и в политике, и в экономике, и в финансах вот эти два крупнейших клана. Это Рокфиллерский клан и Куршиговский клан. Когда я называю эту фамилию, это не значит, что я имею в виду эти семьи, я говорю, именно те, всю эту систему, которая была завязана на эти кланы. И тогда же был построен в Мирке-Великий центр Рокфиллера, если вы увидите в архитектуру и символику, то увидите тоже то, что там она вся пропитана этим оккультно-эзотерическим видением, и в частности там изображен Прометей, который есть, тот самый Люцифер, который принес свет людям. Там много всего такого зашифрованного, но это опять же было связано с тем, что все они были, естественно, просто знакомы, все они действовали в одном направлении, и хорошо друг друга знали. Это значит, в 10-е годы, дальше у нас происходит Первая мировая война, и вот в 20-е годы начинают реализовываться уже на практике все эти идеи и концепции, которые они тогда разрабатывали. В первую очередь, речь идет о Евгенике. Евгеника начала применяться еще до Первой мировой войны в Штатах. Вот если Англия — это теоретические разработки, то Америка — это первые практические разработки, потому что именно там активные силы начали проводить стерилизацию. Сначала один штат, другой штат, третий. Причем число тех людей, или разряд тех, кого можно было стерилизовать, он расширялся. И так жестко все это было в Америке, что когда нацисты пришли к власти в Германию, они просто скопировали эти законы американские. Они сами ничего не придумали. То, что творилось в нацистской Германии с Евгеникой, это все хорошо знают, поэтому я здесь не буду на этом останавливаться, но я хочу сказать о другом, что тогда же параллельно они попытались реализовать и социальные проекты, разрушительные, и социальные проекты в плане разрушения морали, где? В России после 1917 года. Это делали трасскисты, потому что мы знаем, насколько сильно тогда была трасскистская коста. И фактически вот эти первые 20-е годы, мы же знаем, да, они были действительно реально разрушительны для нашей морали, потому что мы стали первой страной, где была разрешена бортой, да, была фактически разрушена семья, где было разрешено, вернее, были, был ликвидирован запрет на мужеложество, и то же самое касалось отношений и образования, и здравоохранения, потому что образование, мы знаем, какой мощный был нанесен удар педологами, которые фактически реализовывали те же трасскистские проекты. То есть фактически Россия в 20-е годы, поскольку на Троцкого, да, была поставлена очень большая, сделана ставка, она должна была превратиться в экспериментальную площадку. Именно по созданию вот этого нового человека, новой морали, которая совершенно не согласовывала с традиционной моралью, под видом борьбы с буржуазной моралью. И действительно, когда ты читаешь, что тогда происходило, было впечатление, что, знаете, это должно было иметь такие разрушительные последствия, что они могли стать просто необратимыми для нашего общества. Если бы, да, все-таки не сработало другое начало, да, здорово, силы общества, и Сталин смог реализовать это все, выразить это все в своей политике. И я не говорю, что Сталин, да, дело Сталина, когда я говорю, дело Сталина, я имею в виду, да, что то, что этот человек воплотил чайник, в чайник нашего народа. Это было остановлено уже в 30-е годы, и, конечно, очень много всего было заложено тогда. Эти люди никуда не ушли, эти экспериментаторы, и потом они подняли около уже в 60-е годы, в 70-е годы опять немножко было заморожено, а в 90-е годы это все были новые силы, поэтому почва была, заделы были, программы были, проекты были, и опыт самый главный был, да. Вот, поэтому они думали, что на этом опыте они смогут и сегодня тоже это все закрепить. И вот надо сказать, именно тогда, когда не получилось здесь, когда это все было остановлено в начале 30-х годов у нас, вот, они переносят все внимание на нацистскую Германию. Именно она стала экспериментальной площадкой, в первую очередь, конечно, вот, по опытам в сфере Евгеники. Ну, а дальше у нас после Второй мировой войны, у нас Великой Отечественной войны, ситуация меняется, потому что главным субъектом Западной Миры становятся Соединенные Штаты Америки, которые были в полном монополии во всех сферах, в экономике, финансовой политике, в военной сфере, и в идеологии, и в культуре. Потому что мы знаем, конечно, программа Маршала, клана Маршала, да, фактически финансировалась и создавалась новая проамериканская культура. Там одна из стран, которая пыталась противостоять, и все-таки смогла противостоять, это была Франция, которая все-таки сохранила. Вот, а так американизация нашла во всех сферах. Значит, соответственно, американцы, создав крупнейшие структуры, правовое управление, вот, это же была их инициатива создания организации объединенных наций, Всемирного банка, Международного валютного фонда, ЮНЕСКО и других семирных организаций изделий хранения. Мы здесь не будем окупляться, это, в общем-то, да, достаточно известно. Вот, они сделали как раз полно то, что через эти структуры, которые были международными, я не комбранно, не наднациональными, они начнут внедрять свою систему ценностей. Вот, что касается ООН, очень интересный факт, один из руководителей подразделения ЮНЕСКО, Пьердэй Сан-Арклен, дипломат написал следующее о ней. Настоящая власть ООН заключается не в конкретных политических решениях, которые очень часто не имеют серьезного значения, но в идеологических функциях, в политическом влиянии, которые проистекают из ее авторитета, как инстанции по легитимизации. ООН также, как и специализированное учреждение политического характера, имеет в качестве мандата пропаганду определенных идей и определенных ценностей. И еще, так сказать, интересный факт, что поскольку ООН создавался людьми, к которым были встроены, да, вот эти вот все закрытые общества, то вот приводится, Пьер Мариель, один из исследователей, приводит такой факт, что в середине 70-х годов к... ...среди функционеров вот к этим вот закрытым обществам относилось две трети. То есть две трети функционеров это были люди, которые пребывали в этих закрытых ложах или других, да, закрытых обществах. Соответственно, и устав, который они писали, тоже там были четко прописаны их ценности, к этому они... Когда они прописывали веру в основные права человека, принимали всеобщую декларацию человека в 1948-м году, они вкладывали свой определенный смысл. Ну вот, но все-таки главным оружием Гносиса в его борьбе за систему ценностей свое становится организацией, у ЮНЕСКО. Она фактически вот этим вот понятием, всем понятию человека, права человека, понятие терпимости, толерантности, она придала фактически ключевое значение. Вернее, извините меня, сакральное значение. Значит, почему я подчеркиваю, что именно это организация? Потому что ЮНЕСКО, как вы знаете, это организация, которая отвечает за науку, образование и культуру. То есть это как раз те самые сферы, которые формируют человека. И решение о ее создании было принято на встрече министров образования стран-союзниц, которые собрались в ноябре 1942 года в Лондоне. Там рассматривался доклад комитета под руководством Джорджа Гильберта Мюрре. Это был первый президент Лиги наций, член Великой Ложи Англии, член Фабианского общества, член Паневропейского движения, который состоял в обществе психических исследований, и который занимался паранормальными явлениями, телепатией, эксцессенс, левитацией и прочее. Это вот все, этот Эльберт Мюррей. Паневная организация должна была обеспечить, как они написали, интеллектуальную нравственную солидарность человечества с помощью образования и лампикультуры. И в реальности она продолжала дело международным институтом интеллектуального сотрудничества в Париже, который являлся исполнительным учреждением в Лиге наций. Вот он как раз был интеллиером ЮНЕСКО. Но надо сказать, что очень символично, что первым генеральным секретарем ЮНЕСКО стал внук Томаса Хаксли, того самого Томаса Хаксли, который продвигал идею эволюции Дарвина. Им стал член Воломовского королевства общества, тоже член Фабианского общества и Британского общества. Евгений Киев, биолог-эволюционист, сторонник естественного отбора, глобалист Джолиан Хаксли, старший брат Олеса Хаксли. И надо сказать, что суть своего подхода, потому как он видел ЮНЕСКО, он выразил таким образом. А его, кстати, называли потом Мальту с XX века. Мы больше не нуждаемся в помощи теологического откровения или абсолютной метафизики. Для нашего философского видения нам достаточно Фрейда и Дарвина. Ну понятно, Дарвин — это эволюция, то есть это так, как они понимают науку, а Фрейд — это управление сознанием человека. Да, через эмоции. И надо сказать, что это очень показательно, потому что еще где-то в конце 40-х, еще даже в 50-е годы Европу называли Ватиканской Европой. То есть влияние католической церкви было огромным. Именно поэтому тогда американское руководство использовало Ватикана и Папуримского для того, чтобы фактически сакрализовать, да, вот эту холодную войну и объявить ее войной против дикого каталитаризма, безбожного, атеистического, вот это элитмон, который ведет, значит, управляемый богом Европа. Вот. И показательно, что при всем при том, ЮНЕСКО стояла уже совершенно другие задачи, исходя из этого принципа терпимости. Значит, программу, политику, организации Хакси комплектизировала в работе ЮНЕСКО и ее целей философии. Эта работа у нас тоже малоизвестна, а она, как раз, очень откровенно описывает, что сама представляла, вернее, должна была представлять эта организация. Там утверждалось, что она должна будет освободиться от всякого исключительного или сверхземного видения, то есть, понятно, связанного с христианством, основываться на вселенной гуманизме, исходить из эволюционного подхода и Хаксли определяла это как эволюционный гуманизм, гуманизм, при котором индивиды смогут осиловать состояние полной реализации через преодоление себя. То есть, вот это уже понятие преодоление себя, преодоление человека, оно появилось уже вот в этой работе. Особное внимание здесь уделялось изучению применения психоанализа, психологии глубинного, чтобы сделать так, чтобы мир стал более счастливым и эффективным, а также Евгеники, в которых Хаксли видел науку о сохранении человеческого в единстве с биосферой. Исходя из этого, великий гуманист, озабоченный негативным воздействием демографического взрыва, на среду обитания культуры утверждал, что осознание того факта, что существует оптимальная численность населения относительно социальных и технологических условий, является первым необходимым шагом к контролю над населением. Еще раз подчеркиваю, это был после войны годы, это 1946-1947 год, когда уже тогда фактически закладывалось в политику Минеску именно это направление. И, естественно, тогда Евгеника, как слово, как понятие, как термин, был запрещен после Евгенических опытов в Германии, оно было заменено генетикой, но суть от этого не менялась. Значит, фактически речь шла о негативной Евгенике, и у Хакси она приняла форму борьбы за сохранение природы, поэтому он известен тоже как отец-основатель современного экологического движения. Вот у него такие вот, например, есть первые. Наиболее низкие слои общества, те, кто генетически наименее одарены, не должны иметь легкого доступа к помощи, содействию и госпиталям, так как это устранит последнюю крепость естественного отбора, позволив детям слишком легко рождаться и выживать. Еще раз подчеркиваю, уже тогда все это было заложено. Соответственно, и новая мораль должна была основываться на анализе прогресса и эволюции, который сообщит нам некоторые критерии для определения легитимности или несправедливости нашей цели и деятельности. Надо сказать, что Хакси отвергал абсолютную истину, абсолютизацию истину и абсолютную мораль, сделая, что нужно избавиться от ложных верований, что существует что-то вроде как истина или добродетель. Поэтому некоторые типы человека должны быть исключены из выполнения функций. Это христианизированный астеник, чересчур рьяные фанатики, напуганные сверхстрогой моралью. Вот эти люди должны быть отстремлены от выполнения таких должностей, как судьи, преподаватели, магистры и управленцы. Это понятно, поскольку в условиях эволюции, основанной на биологическом прогрессе, как писал Хакси, нет ничего неизменного и вечного в этике. Да, это была основа для формирования потом биоэтики, о которой мы с вами говорили. Она создана для того, чтобы оправдывать, обосновывать право на существование различного рода экспериментальных концепций и научных экспериментов в целом. Но в качестве своего единомышленника Хакси определял Теяре де Шардена, это католический философ иезуит, который приспособил католическое учение к теории эволюции и который стал одним из создателей теории ноосферы. Хакси был лично знаком с Шарденом и к Турдаму испытывал, как он писал, мистическое отношение. И Хакси, например, когда подготовил посмертное издание на английском языке книги де Шардена, филомный человек рассказал, подчеркнул, что это особая его дань, а вот та память о Шардене. Но надо сказать, что если Теяр де Шарден все-таки действовал под маркой христианства, пытался приспособить христианство к эволюции, то Хакси откровенно утверждал следующее. Либо Дарвин, либо Бог. То, что мы с вами говорили. Если ты ученый, то ты не можешь быть верующим, если ты верующий, то ты не можешь быть ученым. Но он, правда, понимал эволюционный гуманизм как соединение науки и религии, но религия отводилась подчиненной роль, поскольку именно наука должна определять, какие проявления религии интеллектуально допустимы и социально-желательные с точки зрения человеческого прогресса, какие нет. Но это опять мы напоминаем Яну Каменску, что во главе должны стоять ученые, мудрецы, дальше идут религиозные власти, дальше идут священники, дальше идут политики. И вот в одной из своих статей на вопрос, почему эволюция является религией, он ответил следующее. Религия — это точка зрения, полностью охватывающая основу всего мира. Поэтому эволюция может взять на себя функцию неподоисполняемых Богов. То есть она может стать сильным принципом, координирующим веру и надежду человека. Таким образом, определяющим и направляющей силой эволюции становится сам человек, который заменяет прежних Богов. И для этого Хаксли вводит как раз в понятие или терм «трансгуманизм». Этот терм появился в книге, не в работе, она небольшая, «Новой бутылки для нового вина», которая была написана в 1957 году. Там он утверждал следующее. «Человеческий вид может при желании преодолеть себя не по отдельности, но по своей совокупности, как все человечество. Нам нужно дать имя этой новой вере. Возможно, трансгуманизм подойдет, потому что человек остается человеком, но преодолевает сам себя посредством понимания новой возможности человеческой природы. Я верю в трансгуманизм». Однажды наберется достаточно людей, которые действительно смогут сказать это, и тогда человеческий вид будет на полуге нового состояния бытия, отличающегося от нашего, так же, как наши, от пекинского человека. Это, наконец, и будет осознанно в выполнении нашей настоящей судьбы. Ну, очень перекликается, да, все, что писало Гловацкое, на новой расе только там, так сказать, это как бы показывает все поднагрудные, религиозные, а Хаксли действовал как бы на уровне науки, на научном уровне. Это то, что мы с вами говорили. Есть религиозное ядро, которое определяет как бы смысл, весь замысел, а есть вот эти исполнители, которые используют соответствующие научные технологии, инструменты для того, чтобы проводить жизнь. Вот, так что, как мы видим, Хаксли фактически типичный наследник, да, преемник, духовный преемник, гностиков. И надо сказать, что связь с этого представляется крайне мудрым решение нашего руководства, когда после войны нет, входить в эту организацию. Действительно, в этой организации не присутствуют, вплоть до смерти Сталина. Потому что тогда наше руководство понимало, что фактически, если уж говорить о суверенитете, о котором, опять-таки, сегодня столько кричат, то при присутствии в такой организации принципы, которые определяют люди с соответствующим типом мышления, реализовать развитие человека, как человека, будет невозможно. Поэтому, еще раз хочу подчеркнуть, вот эти, конец 40-х, 50-х годов, у нас реализовалась стопультурная программа, которая основалась действительно реально на традиционных ценностях. И это касалось и образования, и науки, и культуры, причем, что касается науки, это были фактически все сферы. И здравоохранение, и помню, да, что в 49-м году тоже мы вышли из семейной организации здравоохранения, которые выступили, это уже, по-моему, это был 57-й год или 56-й, но, опять же, уже после смерти Сталина. Это касалось и сельскохозяйственной политики, и продовольственной политики. В сельском хозяйстве категорически не использовали тогда химикаты и синтетические в сети. удобрения, потому что, опять же, это было дело рук аркфеллерских тупых, потому что это все синтетика, это все нефть, а нефтепереработка и химические удобрения фактически начало активно внедряться именно тогда, в послевоевремене, и, опять же, все тем же самым фондом. Ну, поэтому политика, еще раз хочу подчеркнуть, у нас была целостная, она касалась всех сфер, потому что невозможно быть суверенным в одной сфере и не быть суверенным в другую, либо вы суверенны, либо вы не суверенны, а частично суверенным быть невозможно. Ну, вот, это что касается того, как закладывалась вот этот вот подход, как подходит на системы ценностей и видения человека, которые сегодня уже мы можем открыто совершенно определить как античеловеческое, антигуманное, когда уже это мы слышим и видим со всех трюбов. Я прошу прощения, у нас это время не сейчас, надо посмотреть, чтобы я не очень сильно не согласилась. Если еще есть, то есть, у нас еще есть время, да, тогда я, ну, ну, я как-то, да, темы, у нас главные, которые мы подходим, то сегодня у нас из вот этого религиозного ядра определяет вот эту систему ценностей и общее направление развития человечества, ну, вот мы с вами наблюдали, да, каким образом создавались эти структуры, каким образом они пытались влиять на светские образования, науки и культуры, и вот, наконец, к 60-м году формируется уже широкое, очень обширное движение, которое смогло консолидировать как бы все все эти мелкие и крупные структуры в одно целое, но не институционализироваться, институционализация не нужна, потому что любая институционализация, она все портит, да, она формализует и не дает возможности идти в глубь, а вот тут смировалось такое движение, которое как раз смогло фактически начать проникать во все сферы нашей жизни, речь идет, конечно, о движении Нью-Эйдж, Новая Эра, который стал духовной основой этих программ, которые разрабатывались вот в этих международных организациях ООН, ЮНЕСКО, МУС и все прочие. То есть эти организации, они были как бы экзотерическими внешними, то внутренними экзотерическими этого стало движение ЮНЕЖ, которое стало восприемником мирового оккультизма, которое открыто провозгласило конец христианской эры, претендующей на создание последней мировой синтетической религии. Это и есть новая эра именно духовного развития. Значит, у Нью-Эйдж считается, что она началась, сейчас скажу, декабрь 2020 года, как раз в так называемой пандемии. Вот как раз когда ВЭФ объявил начало обнуления человечества, это удивительным образом совпало с началом вот этой самой новой эры, эта эра, которая заменяет христианскую эру, которую называют эррой, и которым положил начало эре Водолея. Но опять же, очень важно проследить истоки того, как это все закладывалось. Надо сказать, что закладывалась эта продолжательность и тела главатской Элис Белли, которая считается пророком новой эры, эры Водолея. Значит, еще в 1922 году она вместе с мужем Хостером Белли на сону 33-го градуса шафранского обряда, его должность, поэтому я должна его указать, основала компанию Люцифер, но в цели конспирации они переименовали ее в Люцистраст. И это очень важный момент, потому что Люцистраст, он является официальной организацией, это не правительственная организация, которая пользуется консультативным статусом в экономическом социальном совете ООО, Экосос, до сих пор вы можете посмотреть, давайте Люцистраст, увидите их всю информацию, характеристику, она стала юридическим финансовым агентом по программам Всемирной службы, которые включают Школу Арканов, издательская компания Люцист, Треугольники, это название такой, этой организации, и различные мероприятия организации Всемирной доброй воли. Значит, что касается Всемирной доброй воли, не буду глубоковляться, хочу только сказать, что одним из активных спонсоров этой организации, поддерживающих ее, и участников многих программ является Билл Гейтс сегодня, но и другие очень богатые люди, просто опять же, чтобы понять уровень этих организаций, они в тени, а их никто не слышит, вот это всего лишь навсего НПО, мы же знаем, что у нас, например, цифровую экономику, программа цифровой экономики зарабатывала тоже НКО, это НПО, а у нас была НКО, есть ли НКО, которая называется агентство стратегических инициатив, которая создала другую НКО, которая называется цифровая экономика, которая зарабатывала цифровую экономику, НКО и НПО, то можно понять, что значение цифровой стратегии действительно было и есть очень важным и серьезным. Значит, откуда пошло это выражение до эры Водолея? Его ввел в оборот французский эзотерик Поль де Кур в своей книге «Эра Водолея» «Секрец из диак и ближайшее будущее человечество», которое было написано в 1937 году, а сам термин Ньюэнч, как новая эра, ввел его известный пророк, в кавычках пророк, я имею в виду, опять-таки посвященный, Дэвид Спенглер в Родной Моидной книге 1967 года, в котором, в частности, писал «В каждом из нас действует Люцифер, чтобы привести нас в состояние совершенства. Любой из нас каким-то способом придет к моменту, который я именую посвящением Люциферу. Это особые врата, через которые надо пройти, дабы целиком пойти в свет совершенства». Поэтому, когда вы видите козлов, когда вот этих вот всех с рогами, когда вы видите Люциферов, которые, статуи всякие, везде установлены, то это надо иметь в виду, что под Люцифером они понимают вот этих посвященных, которые действительно светятся своим «божественным» светом. Это не некие иллюстрации какими-либо сказками и прочим. Значит, как движение Ньюэш стала распространяться в период формирования как раз контркультуры США в 60-х годах, и именно тогда в Калифорнии, которая является каким-то таким эпицентром эзотерической жизни в Америке, потому что мы знаем, что именно там была зарегистрирована церковь сатаны, именно там Голливуд, именно там Кремниевая долина. И тогда же там создан Эссаленский институт, такое первое неоджинское сообщество, которое положило начало масштабной интеграции в заводную культуру восточных духовных практик. То, что начала Главацкая, здесь стало реализовываться на практике в классической юге до шаманизма и на котике. Все это смешано в одно целое, и это позволило открыть новый путь к пробуждению открытых сил психики, к расширению сознания для перепуток в четвертые измерения. Значит, в реальности речь шла о программе промывки мозгов, о которой осуществлялся в случае традиции известного Торестовского института, естественно, он приложил к этому руку, и все это превратило Эссаленский институт в один из ведущих мировых центров распространения культуры Нью-Эдж. Там проходила практика очень многие люди, которым потом играли важную роль во всех сферах научной культуры и культурной. И особый вклад вот в этом неосводе с Хаксли, это уже мать Шеврана, Джулина Хакслина, который считается крестным отцом психоделической революции, и наравне с Иоанном Дешанденом и Карлом Юмком он является крупнейшим светилом для этого движения Нью-Эдж. Он изучал фрейдизм, неофрейдизм, или штаб психологии, дзин-буддизм, танкизм, дасизм, дистанциальная психология и многое другое и был посвящен Денисийской секты Дети Солнца. Ну, как я уже сказала, к наркотикам его приобщил Кроули, а познакомый с Кроули его Геоперт Уэллс. И именно с помощью Хаксли искал от с помощью наркотиков путь перехода в Новый мир, который был написан в его книгах «Дверь восприятия», «Рай и ад» и «Остров и его Дивный Новый мир». Ну, «Остров и его Дивный Новый мир» и, помните, там герои постоянно применяли сон, чтобы погружаться в определенное состояние и отвлекаться, так сказать, от тех мыслей, естественных мыслей, которые возникает человек, когда он хочет воспомнить вот эту пустоту, духовную пустоту, которая есть у каждого, чтобы сильно не думать, чтобы сильно не мучиться, не тосковать, не грустить и понимать эту сону. Значит, благодаря ему и вовлеченному в эту наркокультуру другому, действию профессора Гарвардского университета Тимоти Лири, применение психоделиков стало входить в моду, а Лирик Тимоти Лири был назван пророком ЛСД, тогда он как раз стал меняться, пытался даже создать психоделическую церковь и был использован средством массовой информации для широчайшей пропаганды. Наверное, не столько, он сам этого хотел, сколько его использовали для этого. Вот там тоже не все так просто. Ну вот, и, например, это тоже воспринято, описывалось не только в терминах психологических, психологии, но использовались эзотерические понятия. В частности, они считали, что использование ЛСД поможет им вернуться в плерому. И это, еще раз хочу подчеркнуться, используется очень активно именно в университетской среде. Вот один из деятелей, визионер и буддист Тим Джобс, известный, и Билл Гейтс, тоже один из основателей Макрософт, заявляли, что решение получить психоделический опыт оказалось одним из самых важных решений в их жизни. Но они как раз поколения вот этих, да, 60-70-х годов. Позднее, в число творцов этих новой эпохи, как их называли, вошли известные любители тоже расширения сознания веществ Сергей Брин и Ларри Пейдж. То есть все они прошли вот через этот опыт. Ну и это я говорю специально для того, чтобы подчеркнуть тот факт, что потом, позже, когда уже они изобретут вот эти все новые технологии, потому что это более эффективное создало погружение в новое состояние, изменение сознания, нежели вот эти химические наркотики. Об этом, в частности, скажите, мателирик. Поэтому это все совершенно естественно для них. И вот именно Эссалин стал лабораторией по расширению человеческого потенциала. И Дэвис, уже мы цитируем, написал следующее. Исследование трансперсональных состояний сознания часто сопровождалось праздностями освобожденное плоти. Эссалин стал местом нового рождения гностического орфизма с его доктриной, пославляющей жизнь в непрекращающемся состоянии интоксикации. Но посреди массажных масел, трипов, совместных купаний ведущих обитателей Эссалина помогли заново оформить парадигму кибернетики и теории информации в прагматичный, удобный, бесстрастный подход к манутациям тела и сознания, который характеризовал весь Эссалинский опыт. Критикой современный путь инструментального алхимического поиска в новый информационный век. Вот так вот это все соединилось в одно целое. Все мы сейчас закачиваем. Я к чему? Что когда мы видим, что с нашей молодежью, с нашими детьми происходит что-то странное, когда они погружаются в этот виртуальный информационный мир, нужно понять, что там другие духовные основы, там другие принципы духовной жизни, потому что все это создавали люди с измененным сознанием мужа. Вот таким образом именно тогда это движение стало закладываться уже как обширное, широкое движение. И о манифестом его стало то же последнее, что я хочу сказать. Книга Мэрили Фергюсон, это садуниство Слендерского университета, называется она «Заговор вдали» и вышла она в 1980 году. Это как бы Библия Ньюэдж, в которой она провозгласила смену Парадеи, тот самый, да, скачок, тот самый переворот. И она фактически, да, повторяла Курули, она писала следующее. Смена Парадеи должен произойти путем освобождения от старых запретов. Сильные, хотя не имеющие лидеры организации, работают в США для того, чтобы произвести радикальные перемены. Члену этой организации удалось сломать некоторые ключевые элементы традиционного западного мышления. Это организация «Заговор Водолея». Это «Заговор» вызвал самую быструю в истории культурную мутацию, которая оказалась... И вот тут я хочу подчеркнуть ваше внимание заострить. Шире, чем реформа и глубже, чем революция. Это вот то, что происходит сегодня. Это не реформа, это не революция. Это действительно глубинная трансформация, которой тот самый скачок шестой, седьмой, седьмой расе, тот самый скачок, о котором писал Кролий, но выражается он сегодня именно в форме вот этой технологической революции, да, анкотехнологической революции. Очень красивая и на 24-й промышленной революции. Замечательно. Все думают, что действительно речь вот о какой-то четвертой промышленной революции. Вот, а потом появляется вот это обнуление, да, книга Шваба, но она появилась уже после того, как человечество верли в шок в 20-м году, когда уж оказалось, что назад пути нет, а вам объявили, да, а это все, вот оно началось, да, то самое, та самая перезагрузка, только вот другое слово назвали, вот и все. Вот, дорогие мои, это я просто говорю не к тому, чтобы напугать им, всего же, да, мы же знаем, что все равно эти планы все равно у нас не состоятся, вот я абсолютно в этом уверена и, видимо, ожидаю признаки этого. Но я хочу просто показать на то, как человечество управляет, как обманывает и как манипулирует, потому что на самом деле ну скрыть то, что это религиозный проект, то, что скрыть, что корни этого явления уходят глубоко, да, на интальный духовный уровень уже невозможно, вот, потому что все, что они сегодня делают, это настолько античеловечное, это настолько претит вообще самой человеческой природы, что сама Земля даже абсолютно уверенно не сможет это выдержать. Ну вот, и самое главное, мы еще подойдем, я думаю, что еще у нас будет лекция, посвященная уже современному трансгуманизму и соответствующей современной цепровизации, то, что делается именно у нас, какие центры это делают и как они делают, потому что все это делается здесь, вот, но самое главное хотел показать, что вот эта вся научно-техническая революция, все эти национально-технологические инициативы, все эти цифровизации, генетические опыты, вот, это всего лишь навсего внешняя сторона дела, потому что мы с вами говорили, что есть внутренний круг людей, которые знают, что они делают, и есть внешний круг. Я вот тут не успела, или чуть позже, я уже тогда, наверное, в следующей лекции расскажу про то, как Ализабелли со своим мужем разрабатывали систему глобального управления, они делили там их на три группы, и что интересно, что они подчеркнули, что все это должны осуществлять люди, посвященные, которые должны выступать в качестве профессоров, ученых, журналистов, бизнесменов, финансистов, причем, да, вводить это очень широко, но они выделяли там два слоя людей. Сейчас, минуточку, люди, которые, как они подчеркивали, знают, что за этим скрывается, понимают, что они делают, и люди, которые не понимают. Вот, значит, служители, это называется служители доброй воли, делятся на две категории. Те, кто знают, что они делают, то есть они тоже посвящены, и тех более многочисленных, кто под управлением мастеров мудрости разрушает старые формы и строит новые, выполняя важные задачи во внутренних делах или в системе образования, не знают истинный смысл этого происходящего. Вот, поэтому, когда мы говорим, например, у нас будет цифровая школа, понимают ли чиновники, что они делают? Это же не проект, это же цифровизация образования, это не проект, да, дали, нет, естественно. Ну, они выполняют, потому что, да, потому что они в этой системе, естественно, они в этой системе, да, не говорят, потому что этот тренд так надо, эта система. Но истинный смысл происходящего не не падает, и то, что вместе с этой цифровизацией они тоже уходят вообще, да, исчезают, и эта система, они этого не понимают. Вот, вот на то и расчет. Да, но еще самое главное, что нам пытаются внушить, что это безальтернативный путь, что это есть научно-технический прогресс, это есть, да, неизвешен, который невозможно остановить. На самом деле, когда мы понимаем, кто это все разрабатывает, зачем это движет, то, естественно, мы понимаем, наоборот, что это недопустимо, не только, что это безальтернативный, это вообще в принципе недопустимо, да. Вот, и вот в этом пафос, извиняюсь, на выступление не в том, чтобы напугать, потому что он пишет, что нас пугают, а в том как раз, чтобы показать, что недопустимо это, что мы не должны допустить, это на нашей земле. Наш народ не должен это допустить, потому что это реально преступление, просто человечество и против Бога, естественно, человек созданный, да, сопровожденный по образу и подобию Божьему. Это предательство, это глубинное предательство, которое не прощается, потому что это в природе развивается все в соответствии с естественными законами. Вот гностики считали, что та же Иуда и Валатский пишет, что под тем же законом, что природа развивается и человек, это не так, есть духовные законы, а есть моральная нравственность. Да, если человек, человека физиология, да, она подчинена физиологическим законам, законам естественным, то дух, душа человека, она действует в соответствии с духовными законами, да, это мораль, нравственность. И если человек не знает этих духовных законов, это не значит, что они перестают для него действовать, они все равно будут. И в жизни, как историк, я вижу действительно реальные действия. Это, наверное, даже самое главное, что именно это проявляется, и все равно. Поэтому историки как-то неспокойно на все смотрят, те, кто изучает именно эту сферу деятельности. Потому что мы знаем, чем это закончится, для тех, кто все это продвигает. Все это уже было. Спасибо, мои дорогие, за все. Спасибо, мои дорогие.